Сегодня в нашей программе с уважением к энергосбережению. В республике сделаны за десятилетия громадные шаги в сфере энергоэффективности. Наша область занимает второе место по потреблению, а по экономии за эти пять лет мы вышли на первое, стабильное первое место. Уходя, гасите свет. Экономия, она очень важна. Почему? Потому что это сказывается на чем? Мало того, что на всей экологии в целом, на всем государстве в целом, так еще это сказывается на нашем семейном бюджете. Я за нее. Всем советую. Да будет свет, но экономный. Советы рачительной хозяйки. 11 ноября прогрессивное человечество отметило Международный день энергосбережения. Именно в этот день, в 2008 году, Республика Беларусь стала одной из первых 20 стран, поддержавших эту инициативу. Конечно, это мировая тенденция, которая влияет в том числе на экологию, на окружающую среду и так далее. Это целые массовые такие движения. В рамках Международного дня энергосбережения традиционно проходят самые разнообразные мероприятия. Практические семинары, занятия в школах и кружках, конкурсы рисунков и поздравлений, видеороликов. Это мой дом. А в моем доме стало светлее, потому что папа вкрутил новые лампочки. У меня тоже новые лампочки. Главная цель – привлечь внимание населения к важности экономного и рационального использования теплоэнергоресурсов. А что по этому поводу думают сами гомельчане? Энергосбережение позволяет сэкономить огромные деньги для бюджета государства. Если каждый даже своевременно будет выключать после себя свет, то складываясь вот это вот все по маленьким ватам, 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 мы получим огромную экономию. Даже вот в элементарных вещах, своевременно отключая электрооборудование от сети. Мы все лампочки в доме заменили энергосберегающими. Это приблизительно, вот глядя на счета, в полтора, а то и в два раза увеличивает экономия. Самое главное – выключать свет. Если им не пользуешься, это тоже экономит. Но прежде всего выгодно даже вот самому потребителю, потому что экономишь свои же деньги. Энергосбережение нужно всем, всему человечеству. Прежде всего для того, чтобы сохранить наш мир таким, какой он есть, таким, каким его создала природа. Потому что наши энергоресурсы природные, они не безграничны. Международный день энергосбережения 2020 в нашей стране прошел под девизом «Беларусь – энергоэффективная страна». На протяжении последних 20 лет в республике ведется системная работа в сфере энергосбережения и развития возобновляемых источников энергии. И если в конце 90-х годов 20 века это была одна из самых энергоемких республик Советского Союза, то теперь можно говорить об обратной стороне медали. В республике сделаны за десятилетия громадные шаги в сфере энергоэффективности. Я хочу привести пример, что в разы снижена энергоемкость внутреннего валового продукта за 10-15 лет. И мы на сегодняшний день уже можем говорить о том, что энергоемкость нашей внутреннего валового продукта соответствует передовым таким странам, как Канада, со схожими климатическими условиями. Это большое достижение, это работа действительно в рамках страны, всего государства в этом направлении. Это очень важно. Большой вклад в копилку экономии и бережливости вносит Гомельская область. И это несмотря на то, что на ее территории находятся такие крупные энергоемкие предприятия, как Жлобинский БМЗ, Мозорский НПЗ, Светлогорский ЦКК, Гомель Энерго. По потреблению топливно-энергетических ресурсов Гомельщина занимает второе место в республике. А вот по энергосбережению за последние пять лет она стабильно удерживает позиции лидера. Если смотреть основные тенденции по энергосбережению за последние пять лет, то они в принципе совпадают с общими мировыми трендами. Это развитие использования местных видов топлива, возобновляемые энергетики. В целом у нас, уже проведя анализ за пять лет, можно сделать вывод, что у нас использование возобновляемых энергоресурсов в области выросло более чем в два раза. Использование местных видов топлива выросло более чем в полтора раза. При этом природный газ, основной наш источник, остался на уровне 2015 года. Еще можно отметить тот факт, что Гомельская область в конце 2015 года большую часть электроэнергии импортировала из других сопредельных государств, из общей энергосистемы республики. То к концу 2020 года у нас фактически более половины всей использованной электроэнергии будет производиться на территории области. Постоянный анализ ситуации позволяет определять политику энергосбережения и двигаться вперед. Так, в рамках контрольной деятельности Гомельским областным управлением по надзору за рациональным использованием ресурсов только за последние четыре года проведено 263 проверки и 366 мониторингов. Выявлены резервы экономии на величину более 65 тонн условного топлива. Энергосбережение – это комплексная системная работа, направленная на использование ТЭР, предполагающая сокращение импорта в республику энергоресурсов. И в первую очередь за действование местных и возобновляемых источников энергии. Потому что за всю энергию, которую мы импортируем, мы рассчитываемся валютой, скажем так. И это отрицательно влияет на торговый баланс в республике. Ведь нам надо все-таки соответствовать тем странам, которые нас окружают, и двинуться вперед вместе с ними. Курс взят на модернизацию и строительство энергоэффективных теплоисточников в системе ЖКХ, использование отходов в производство. Этому способствуют и природные богатства региона, в частности лес – большой сырьевой ресурс. В последнее время получило развитие производства топливные щепы и пилет. Это позволяет автоматизировать процессы работы котельных, а также повысить экономический и экспортный потенциал области. Что нам дает перевод котельных ЖКХ на местные виды топлива? Это в первую очередь повышение энергетической безопасности, как в целом республике, так и нашей области. Это снижение себестоимости производимой тепловой энергии. В целом в среднем по котельным у нас снижается на 30-40% за счет более низкой стоимости топлива. И в целом, если где-то в 2016-2015 годах у нас доля местных энергоресурсов в системе ЖКХ составляла порядка 35%, где-то треть, то к концу этого года уже прогнозируется под 45-46%. И если эта работа у нас будет продолжаться и в следующей пятилетку, то мы ожидаем, что к 2025 году где-то половина всей произведенной теплоэнергии в отрасли ЖКХ у нас будет разводиться за счет местных видов топлива. Экономить помогают и международные финансовые организации. В частности, с помощью Всемирного банка за последние пять лет в регионе появились крупные социальные и энергетические объекты в Речицком, Калинковичском, Гомельском районах. Проведена модернизация 19 теплоисточников. До конца этого года в области будут сданы в эксплуатацию еще два объекта. В общей сложности их суммарная мощность составит более 60 мегаватт. В ближайшие пять лет ожидается реконструкция еще по 10 объектам ЖКХ. Мы оказываем техническую, методическую помощь субъектам в вопросах энергосбережения. При необходимости выезжаем в бюджетные организации. В соответствии со статьей 11 закона об энергосбережении, юридические лица с потреблением более 1500 тонн условного топлива обязаны проводить энергетические аудиты. С 2016 по 2020 год проведено 116 энергетических обследований. По результатам этих обследований выявлены резервы на величину более 220 тысяч тонн условного топлива. Выявление резервов именно с привлечением специализированных организаций позволяет предприятиям наиболее точно определить те проблемные места, с которых надо начинать или продолжать уже начатую деятельность в вопросах энергосбережения. По итогам 9 месяцев текущего года Гомельская область выполнила все основные целевые показатели по энергосбережению. По прогнозам, задание пятилетки будет перевыполнено на 5-7%. Большой вклад в копилку экономии вносит зеленая энергетика. Только за последние пять лет производство возобновляемой энергии с помощью солнечных и гидростанций увеличилось в 30 раз. Фотоэлектрические станции построены в пострадавших от Чернобыля, Брагинском и Ельском районах. Самая мощная в республике солнечная станция находится в Речицком районе и принадлежит Беларусьнефти. В начале 2020 года в Добруша на реке Ипуть была введена первая в области мини-газ. Гомельская область в принципе не останавливается на достигнутом. На ближайшие пять лет мы планируем реализацию таких мероприятий, как вот мини-ТЭЦ в городе Добруш на Добрушской бумажной фабрике. Это строительство крупных тепловых насосов в Светлогорском ЦКК и на Мозырь-Соль. Ну и также в свете событий тех, что у нас введена белорусская атомная электростанция, значит, будет, получит развитие использования электроэнергии, автоматизация технологических процессов. Ну и, как видится, самым таким перспективным направлением является перевод общественного индивидуального транспорта на электротягу. Это позволяет решать как экологические проблемы загрязненности городов, так это высвобождает определенные объемы углеводородов, которые можно пустить на экспорт. Ну и в том числе это загружает нашу атомную электростанцию. Многое делается в нашей стране с целью обеспечения энергоресурсами постоянно растущих потребностей и в то же время их рационального использования. Чтобы в домах был комфорт и уют, а деньги не выбрасывались на ветер, реализуется указ номер 327 президента Беларуси о повышении энергоэффективности жилого фонда. Экономия по счетам после проведения комплексных работ может достигать 40%. Но как важно понимать, что каждый из нас в своем доме и в своей квартире может быть рачительным хозяином? Про себя хочу рассказать, рассказать свой опыт. Возможно, кому-то он понадобится в жизни. Что мы сделали дома изначально? У нас квартира. Вначале мы поставили на водопроводные краны аэраторы для воды. Они струю воды превращают в множество мелких струек, тем самым увеличивают поверхность распространения воды, но не увеличивают водопотребление. Это первое. Второе. Мы ванну заменили на душ. Принятие одной ванны сравнимо принятию 3-4 раза душа. Экономия воды – экономия. Беречь энергоресурсы под силу каждому. Вот лишь несколько простых советов рачительных хозяек. Да будет свет, но экономный. Старайтесь обходиться естественным освещением. Светлые шторы, обои и потолок, чистые окна увеличат освещенность квартиры и офиса, а также сократят необходимость использования светильников. Пользуйтесь энергосберегающими лампами. Замена ламп накаливания на энергосберегающие поможет снизить потребление электроэнергии на освещение в 5-6 раз. Чистота – залог экономии. Грязь и пыль снижают эффективность осветительного прибора на 10-30%. Используйте комбинированное освещение. Наиболее эффективен автономный точечный свет. Особенно он хорош при чтении, работе на компьютере, вязании. В результате комбинированного освещения в комнате на 20 квадратных метров экономится до 200 кВт-часов в год. Утепляйте ваш дом. По оценкам специалистов, от 40 до 70% потерь тепла происходит через окна и двери. Покупайте бытовую технику с умом. Обращайте внимание на класс энергоэффективности электроприборов. Таких классов 7 – от А до G. Более экономичные подклассы – А+. И, пожалуй, самое важное правило экономии – уходя, гасите свет. Действительно, зачем переплачивать за лишнее, если есть много невидимых, на первый взгляд, способов сберечь свой кошелек? А главное – внести свою лепту в сохранение природы и окружающей нас среды. Ведь если хочешь изменить мир – начни с себя. Да будет свет, но экономный.